Где вы ищете вдохновение для свадебных концепций? Сейчас я вам расскажу. Есть несколько вещей, где я прямо вдохновляюсь. Во-первых, я хожу на разные мероприятия. Я хожу на мероприятия, которые делают коллеги. Наши коллеги периодически устраивают... Те, кто хочет стать свадебными организаторами, те, кто уже обучаются на свадебных организаторов, те, кто приходили ко мне на курсы, они уже это знают, потому что многие мои девчонки, которые у меня обучались, я прямо с ними встречаюсь на вот этих мероприятиях. Попали недавно, у нас один из наших коллег делал потрясающий концерт для организаторов, так как многие ведущие, многие декораторы делают различные мероприятия. Мы прямо вот всю весну обычно ходим на мероприятия. Мы ходим на мероприятия от журнала Wedding, мы ходим на мероприятия от различных декораторов, мы ходим на мероприятия от наших коллег. И там, безусловно, ты вдохновляешься какими-то идеями, безусловно. Потом, естественно, я смотрю всякие фильмы, я смотрю вообще всякие истории, что, где, как. Вдохновляться можно, зайдя в торговый центр элементарно, посмотрев, какие новые решения придумываются в торговых центрах. Вдохновляться можно на всяких световых шоу. Это тоже очень круто, когда ты видишь какое-то решение световое или техническое, когда ты смотришь и понимаешь, что круто было бы это внедрить куда-то к нам и сделать какую-то такую историю. То есть все вот эти вещи, они, знаете, как в копилочку складываются, и в итоге ты рано или поздно достаёшь это из копилочки и придумываешь что-то. Плюс, знаете, самая классная штука – это общение, общение и общение. То есть общаться с максимальным количеством людей. Я общаюсь с огромным количеством ведущих, с огромным количеством декораторов, организаторов и прочего. И я могу сказать, что везде, куда меня приглашают, я стараюсь быть. И меня вот, например, недавно приглашал ведущий, лучший ведущий России по версии Wedding журнала того года. Ну, лучший ведущий России того года. В этом году другой ведущий победил. И у него был большой курс менторства. Я в этом менторстве участвовала, общалась с такими же ведущими, присутствовала на их штурмах, слушала, что они предлагают, какие истории они предлагают. И на вот этом курсе в том числе были там встречи с техническими директорами. Плюс я общалась с режиссерами. Ну, в общем, много с кем. И поэтому ты, конечно, знаете, у тебя в копилочке уже столько всего сложено, что в определенный момент ты просто достаешь это из копилочки и внедряешь куда-то в какой-то проект.